Заместитель председателя городского совета ветеранов Анатолий Никифоров держит в руках эскиз будущего парка. Общественники хотят, чтобы любимый пионер стал зелёным, красивым и уютным. Сейчас общую картину портят стареющие тополя. Очень много гнилых деревьев уже, которые подгнили. Заменить, конечно же, на хвойные деревья. И к следующему году 75 лет обеды, мы предлагаем 75 деревьев таких, типа кедра, посадить здесь в парке. Ну и, конечно же, оградить территорию Дворца ветеранов. Ещё одно рациональное предложение – добавить освещение в парке и по периметру. Того, что есть сейчас, не хватает. Огромный минус, считают ветераны, это хаотичная парковка. В выходные и праздничные дни здесь скапливается большое количество автомобилей. Представители окружной администрации все пожелания выслушали и пообещали рассмотреть на ближайшем совещании. Как любая идея, которая направлена на созидание, она в конечном итоге упирается в финансирование. Поэтому сегодня мы приняли все эти пожелания, они будут оцифрованы, будет сделана заявка на следующие периоды, заложена в бюджет. Ну, дальше будет работа депутатов, потому что задач много. Возможно, эти все пожелания будут выполнены не в один год, не в один период. Первый парк Ангарска уже значительно преобразился. В прошлом году в рамках муниципальной программы здесь появился новый и необычный фонтан – любимая забава местной детворы. Для отдыхающих установили лавочки, появились детские аттракционы и исторические баннеры. В пионере даже в дневное время многолюдно, ведь парк уже много десятилетий является излюбленным местом отдыха для взрослых и малышей, живущих в старом городе. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время.